Следует потратить огромное количество ресурсов, время на работу над растением. Помочь агронауке может этот анализатор. Умная система отслеживает всхожесть семян и определяет, на каком субстрате быстрее всходят семена и чем их лучше поливать. Разработка команды Арсения Бегтеева. Учащиеся Глазовской гимназии экспериментировали над крест-салатом. Оказалось, ростки он дает быстрее, если семена поместить в минеральную вату. Если вы хотите проверить всхожесть огурцов, на субстрате кокосового волокна, но хотите разные растворы для каждого лоточка, то вы ставите эти кокосовые волокна в лотки сверху, во второй зоне, и в первой зоне, где находятся баки, вы наливаете различные растворы. Максилиан Аляшев презентует приложение, которое учит финансовые грамотности детей. Аналоги такой образовательной игры есть, но в основном зарубежные, а российские показались школьнику довольно скучными. У сынки был свой промышленный поселок, но у нее все сгорело, теперь нужно его восстановить. И вместе с ребенком они восстанавливают здания, заселяют туда других животных, устраивают этих животных на работу. И таким образом они будут развивать свой поселок. Ребенок себя почувствует в роли бизнесмена. Больше 70 научных проектов, от идеи до работающей модели, 12 направлений, биомедицина, энергетика и даже освоение Арктики и Мирового океана. Вот чем сегодня интересуются одаренные школьники Удмуртии. Сегодня свои изобретения презентуют на региональном этапе конкурса «Большие вызовы». Для предприятий детский конкурс – шанс присмотреть здесь будущие кадры. Результативность этих конкурсов заключается в том, что мы привлекаем сегодня еще и индустриальных партнеров, работодателей, которые могут заключить отложенные контракты, могут послать на целевое обучение ребят, заинтересовать их и привлечь на свои предприятия лучшую умы, чтобы мы не потеряли их для республики. Большие вызовы юные изобретатели Удмуртии бросают уже четвертый год. Авторы лучших проектов потом везут свои разработки на всероссийский этап в сочинский Сириус. А там победы и призовые места дают право на получение именной стипендии. Уже сейчас эти будущие студенты вузов могут рассчитывать на 20 тысяч рублей ежемесячно. Таких у нас почти три десятка. В этом году финал состоится в июле. Кто поедет в Сочи, будет известно в мае. Анастасия Редькова, Вероника Ваулина, Юрий Зелененький. Новости.